Здравствуйте, я Антон Деркач и сегодня речь пойдет о роли витамина D в иммунной системе. Такая постановка вопроса может показаться странной, потому что до сих пор широко распространено представление о том, что роль витамина D ограничивается участием в фосфорно-кальциевом обмене. Действительно, витамин D способствует депонированию кальция в костной ткани и в эмали зубов, повышая их прочность. Дефицит же этого жирорастворимого витамина приводит к таким заболеваниям, как рахит и остеопороз. Однако исследования последних лет позволили расширить представление о роли витамина D в организме человека. В частности, стало известно, что рецепторы к этому витамину присутствуют на многих других органах и тканях. Так, витамин D способствует активации макрофагов и выработке антимикробных пептидов, что повышает противомикробный иммунитет. Витамин D способствует повышению устойчивости организма к различным бактериальным инфекциям и даже к туберкулезу. Жирорастворимый витамин D может поступать с пищей, в частности, он содержится в рыбьем жире. Но кроме этого, витамин D может естественным образом возникать в нашем организме под действием ультрафиолета. Достаточно выйти в солнечную погоду на улицу, и когда свет попадает на кожу, в ней вырабатывается эндогенный витамин D. Вот какова роль витамина D в иммунной системе. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Увидимся в новых выпусках. Пока!